Это будет другой накал. Спасибо. Спасибо большое. Вопросы потом, да? Вопросы потом, да? Вопросы потом, да? Спасибо. Не претендует на академизм и настраиваясь на более свободный режим разговора, чтобы относно к применению подходить, а с местными штуками. Но исторически и географически сложилось так, что Россия оказывала и оказывает серьезное влияние на армяное и армянское общество во всяком случае. Политической, военной, экономической, культурной. И с эпохой информационной революции, в которой мы живем, в этом влиянии уделий вес информационного компонента становится все прочим. Но события последних лет, совпадающие с третьим сроком президента России Владимира Путина, создали условия, в которых этот исторически сформированный комплекс стереотипов до серьезное и невосстановление в силу веских причин трещин. Обычно информационная политика, направленная на нас, бывает, чтобы компенсировать те изъяны в матчасти, которые имеют место быть, сбалансировать их, смазать, нивелировать, неудачи видать за удачей, плохое за хорошее формировать, позитивный облик собственной страны, свою политику представлять со знаком «плюс», а политику конкурентов со знаком «минус». Эти цели вообще известны, это не мне вам говорить. Но, на деле, вот, случаем в России оказалось так, что эта информационная составляющая влияние на Россию, она сыграла не вот эту компенсирующую роль, а наоборот, отталкивающую. Более того, роль катализатора в формировании нового, решенного значительной части стереотипов общественного восприятия. И если охарактеризовать одним словосочетанием состояния сегодняшнего информационного влияния России на Армегию, сегодняшнего состояния, то это словосочетание звучит так. Это руинник стереотипов и юлий. Главная задача. Тем не менее, причина того, что я сказал об Армении, состоит в том, что вся эта инфраструктура влияния работает крайне эффективно, и причем неэффективно работает, как ее отдельные компоненты, так и вся эта система в целом. Более того, она работает по-моему, в самом деле. Фактически, не буду я вдаваться в историю, это оставляя историкам, да, и не буду избегать исторических каких-то экскурсов, далекое или недалекое, прошлое, будучи уверенными, что вы эти факты и события отслеживаете и знаете о них. Скажу то, что информационное влияние России за последний провинток времени, опять-таки говорю, совпадающий с третьим сроком Путина, и вообще с региональными, глобальными процессами на фоне этого она получила несколько серьезных ударов. Вся эта мифология, которая сформировалась. Это старые мифы, исторически обусловленные мифы, мифы новые. Какие это мифы? Во-первых, то, что развесный сетель Армении. Оказалось, что это немного не так, и, скорее всего, вообще не так. Россия сама стала создавать угрозы безопасности Армении. Пример. Москва, сказано, на миллиарды долларов продала наступательное вооружение Азербайджана. Ну, это вопрос, если ты устал в них отношения, я это не обсуждал. Но, зная, что является Россия нашим, так скажем, формально военным союзником. Параллельно с этим она обещала нам расширить свое присутствие в Затасказе. Так, по терминологии Путина. Типа, чтобы сбалансировать, вот, этот дисбаланс. И, товарищ бордюра, вот этот, генеральный секретарь ДКБ, в котором состоит и Армения тоже, да, сказал, что это просто бизнес. Да, вот, это, ненародом получилось цитата известного антигероя из Крестного Отца. Да, ничего личного, просто бизнес. Это Капоне сказал. И в этом случае говорить о союзнике, если это союзник, то кто не союзник? Да, в этом случае. И совмещать это еще с миссией миротворца в Карабахском конфликте, это просто получается элементарный цинизм, да, и просто неуважение двумственным способностям своей аудитории. Более того, сама состоя в Минской группе ОВС, которая сейчас вот занимается посреднической миссией урегулирования Карабахского конфликта, Москва делает шаги, которые торпедируют эффективность этой группы своими именно шагами на практике, когда, говоря о мире, она вооружает войск. Более того, говоря о неинформационном мире, все пророссийские издания и в Армении, и в Азербланджии, да, используют язык ненависти в отношении своих соседей. Конечно, в Азербланджии больше, чем в Армении, но тем не менее, это самое. И наоборот, не пророссийские издания, абсолютно избегают такой лестницы. Абсолютно. В частности, по изданиям, где работаю я тоже. Мы, скажем, в отношении ни азербланджанской войны, ни азербланджанской культуры, ни азербланджанской традиции, мы не говорим. Ничего не ни азербланджанской принципов, и вообще никакого другого народа. А решили, пожалуйста, государственные, пожалуйста, политики, пожалуйста. государственные, но без языка нелегкости. Место того, что Россия гарант нашей безопасности. На фоне вот такого спасения от имени, о чем я рассказывал, произошло нечто невообразимое в демнии. вот когда вот этот военнослужащий взял и расстрелял спящую силу. Фактически база, которая изначально была призвана защищать нашу границу от внешней нервы и конформала, так? Сама становится источником угрозы, которая может даже ворваться к нам в спальню. А потом этот парень может оказаться по неизвестной нам пути на армянно-кулецкой границе в руках у российских ограничников. Как он туда забрался, непонятно. И как его не выловили сплошные кардоны армянской полиции, тоже непонятно. И обратно оказаться на российской базе на фоне того, что Россия отказывается выдавать вопреки договору, который нам подписан. И после этого все информационные сказки о скажем гарантиях безопасности, которые раздает нам Россия, они становятся просто как несмешной цифрой. И в третьем, что армянно-российский союз способствует укреплению позиций Армении и ее авторитета на международной армии. То позорнейшее на голосование Армении на Генеральной Ассамблее ООН, когда принималась резолюция против России из-за ее политики в Украине, где Армения оказалась рядом с Зимбабве, Суданом и прочими изгоями, чего, кстати, не сделала Паса, и слава Богу, хотя бы воздержалась, когда принимали заключительную резолюцию, что и то, как говорят на языке европейцев, шаг вперед, да, скажем, да, то понятно, что Россия делает в сторону своей международной изоляции, и Армения, если будет формально соблюдать свои обязательства, чего относит Россия, требует, что этой же международной изоляции подвергаем себя мы сами. Спрашивается, зачем нам это? И мы четвертый, что армены в российские связи выгодны Армении, о чем толпычат разные российские чиновники, эксперты, псевдоэксперты, прикремленные эксперты и прочие другие, оказывается на цели картины совершенной власти. хотя бы история с иранским газопроводом, который был задуман так, что армия могла бы стать транзитной страной, в том числе и для Грузии, и иранский газ мог бы поступить сюда, он был спроектирован на толщину 1400 миллиметров, он стал дважды тоньше, то есть уже нет развитого, и он перешел в собственную газопровод. И мы помнили, что если в российских метрах остался вот один кубометр газа, Россия не впустит, чтобы к нам пришел газ газопроводом, пока армия российские отношения носит вот такой модус биденти, который носят сейчас. И чтобы не выйти за рамки регламента, находясь в Грузии, я должен еще сказать вот о чем, что российские средства массовой информации занимаются и не оставляют свои пример пофиток. Разжигание междунациональной обмены грузинской грозы своими провокационными и лживыми публикациями. Преднамеренно в частности. Вот самый последний таковрем, скажем, медиа-инцидент. Когда российские средства массовой информации не назовут имени, да, разгрузили дезинформацию о том, что Армения официально обратилась в ЮМЕСКО по поводу 400 церквей на территории Грузии с требованием их отдать Армению. Магазм полнейший, конечно. И плюс еще разные публикации тоже в российских и пророссийских СМИ сепаративные якобы армян в Джалавке, да, грузинских армян, что тоже подхватывается соответствующими кругами, к сожалению, и в Армении, и в Грузии, но, к счастью, это маргинальные круги, это немецкие. И такие попытки за последний, за беспосоветский период удачно пресекались и обществами Армении и Грузии, и властями Армении и Грузии, и политиками Армении и Грузии, и слава Богу. Я думаю, что этот бесценный опыт уже наработан, и никакие российские провокации не изменят этого положения. Тем не менее, представляется, что в условиях явного дефицита объективной информации друг от друга об Армении для грузинской аудитории, а Грузии для армянской аудитории такие вот личные контакты, как вот это мероприятие, они очень-очень важны для развенчивания именно таких мусоров, потому что этот телевизор показывает ежедневно, а эти контакты получаются, скажем, раз в год, дважды в год, трижды в год, но не чаще. А в интернете мы видим слишком мало такого сажали. И вот в такой повестке и в таком южно-кавказском формате со своими уважаемыми коллегами, в таком уважаемом учебном заведении я ищу за большую честь. Спасибо за внимание, спасибо вам за это.